Город на семи ветрах богат уникальными объектами. Это исторические комплексы и природные красоты. Есть и музеи, поражающие своей атмосферностью. Например, открывшийся три года назад гараж СССР. Ретро-мототехника. Павильон стал первым мото-музеем региона, который собрал образцы мотоциклов от винтажных до последних массовых моделей. Учреждение даже попало в рейтинг достижений России. Мы представили основные, скажем, модели мототехники, которые производились в Советском Союзе. И не только. Которые экспортировались из других стран, как то некогда популярные чехословатские модели Ява, ЧЗ, Панони венгерские. То есть более такие знаковые иностранные мотоциклы. То есть из стран Варшавского договора. Экспонаты из частных коллекций и фонда Ленинского мемориала иллюстрируют разные вехи советской истории. ГАЗ-21 милицейской расцветки, а рядом легендарная черная чайка ГАЗ-14. У двух красоток есть и соседка. Экспериментальная машина Капля. Эта самоделка нам подарили два года назад. Но дело в том, что нам подарили достаточно такого плачевного состояния. Он почти 30 лет находился под открытым небом. И вот у нас была выставка, в частности, вот сейчас в соседнем павильоне выставка посвящена Льву Петровичу Ярохину, известному догонщику из Ульяновска. А два года назад называлась «Виртуоза вертикальной стены». Она была посвящена людям, которые стояли у истоков этого традиционного тогда, в 30-е годы. И вот сын одного из тех участников событий, Леонид Лазарев, подарил нам эту машину. Для антуража сотрудники музея и посетители пожертвовали предметы быта советских времен. Радиоприемники, телевизоры, печатную машинку и магнитофоны. Уникальный музей может представить Ульяновскую область на Всероссийской экспозиции «Россия» в Москве. Ознакомиться со всеми проектами и проголосовать за фаворитов можно на сайте достижения.рф. В список от Ульяновской области уже вошли молодежный центр современного искусства, геопарк «Ундория», ветропарк и кинофестиваль «От всей души». Виктория Черкова, Герман Баранов. Улправда ТВ.